Здарова, народ! Я уже подготовил для вас целую пачку свежайших новостей, поэтому не стесняйтесь, разворачивайте видео во весь экран, а разогрев начинается через 3, 2... В сети засветился видеоролик первых умных часов на базе чипа Snapdragon VR4100 версии Plus. Напомню, что это специальная модификация процессора с поддержкой энергоэффективной работы полноцветного Always-On-Display. И на данный момент эта модель пока еще официально не представлена, но один итальянский блогер уже успел засветить ее в своем видео. Мало того, прошлые модели E3 и Pro 3 тоже решено пересадить на рельсы Snapdragon VR4100 Plus, и это интригует. А вдвойне интригует, чем еще будет отличаться версия Ultra. Обещаю, что в следующем месяце обязательно раздобуду эту модель на обзор. Мне кажется, это будет топчик. А теперь просто охренительная новость, после которой мы всей командой раздавали друг другу пятюни. Потому что прямо сейчас Mediatek активно ведет переговоры с AMD о создании совместного предприятия, которое займется разработкой мобильных чипов с вычислительными ядрами Mediatek и графикой от AMD. То есть, по сути, это будет что-то вроде долгожданного Exynos 2200, но только для смартфонов от любого бренда, а не только Samsung. Правда, ни Mediatek, ни AMD пока не давали никаких официальных комментариев. Поэтому все, что им остается, это надеяться, что у них все получится. Буквально в предыдущем новостном выпуске мы с вами обсуждали, что Microsoft в скором времени может представить следующее поколение своего складного смартфона Surface Duo. И, наконец, это произошло. Правда, вот я до сих пор не понимаю, зачем. В сравнении с предыдущей моделью общая концепция не изменилась. Это по-прежнему два отдельных экрана на шарнире, по цене двух офигенных смартфонов без шарнира. Из нового появились NFC и Ultra Wideband. Внутри тонкого корпуса теперь горячейший Snapdragon 888, без нормального охлаждения. А еще появился максимально неудобный Always-On Display из всех возможных вариантов исполнения. О стабильности прошивки не было сказано ни слова, поэтому я не боюсь предположить, что глючен будет так же, как и предыдущая версия. Кстати, работает это чудо-юдо на самом обычном Android. Но Microsoft со всей уверенностью заявляет, что целых 150 игр имеют поддержку отображения сразу на двух экранах. Ну вы представляете, целых 150 игр. Причем в списке есть такие, как Asphalt, Modern Combat и прочие донатные помойки от GameLoft. А вся оптимизация сводится к тому, что на одном экране у вас игра, а на втором элементы управления. Или в лучшем случае мини-карта. Короче, шляпа. А что насчет работы с Excel-таблицами или какой-нибудь элементарный монтаж под Instagram или обработка фото? Есть еще хоть что-нибудь нормально работающее сразу на двух экранах? Отвечаю, практически нет. Зато за трубку просят полторы тысячи баксов. Microsoft отчаянно пытается делать вид, будто Surface Duo это хардкорное устройство для работы бизнесменов. Но правда заключается в том, что в реальных задачах тот же Galaxy Fold берет и делает неприличные вещи с этим Surface Duo. Прямо вот эту вот щель между двумя экранами. Братцы, я думаю сейчас самое время поставить видео на паузу. Прожать палец вверх под этим роликом. После нажать на колокольчик. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И после продолжить просмотр. Вот прямо сейчас. В последнее время мобильное подразделение Samsung переживает не лучшие времена. Потому что китайцы поджимают ее со всех сторон. И теперь Samsung потихоньку теряет уверенность в будущих продуктах. Уже совсем скоро, а именно в октябре, ожидается презентация нового Galaxy S21 FE. Но целый ряд источников сообщает, что за весь сентябрь с конвейера сошло всего 10 тысяч смартфонов. И это, мягко говоря, очень мало. Практически ничего. Конечно, в какой-то мере на это может влиять дефицит чипов. Или скорый выход Galaxy S22. Но в любом случае видно, что компания не особо верит в эту модель. Зато именно S22 в версии Ultra может стать бестселлером. Потому что именно он будет хранить внутри себя фирменный стилус S-Pen. Чтобы в итоге стать полноценной заменой линейки Galaxy Note. Причем сообщил об этом лично Ice Universe. Поэтому практически наверняка все-таки будет. Если честно, мне никогда не нравилось пользоваться стилусом. Но я знаю, что есть много людей, которые любят его. И ждут Galaxy Note, который скорее всего не выйдет. Поэтому, вероятнее всего, они должны быть рады этой новости. И я радуюсь за то, что они рады этой новости. Ну, в общем, вы поняли. Казалось бы, еще совсем недавно компания Huawei была уверена в себе. И открыто заявляла, что ее не пугают никакие санкции со стороны США. И они дальше уверенно продолжают двигаться своим путем. Ну, а я каждый раз говорил, что Huawei это компания патологических лжецов. И все, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью. Недавний отчет аналитического агентства CounterPoint Research стал очередным подтверждением того, что я снова оказался прав. Huawei не просто не смогла войти в пятерку лучших производителей смартфонов. Но даже с шестого места ее вытеснила молодая компания Realme. Но это еще не конец. Прямо сейчас в США не утихают споры, стоит ли добавлять в черный список и компанию Honor. Причем ситуация обостряется с каждым днем. То есть это уже не шутки, а все вполне серьезно. Тем временем сама компания Honor похвасталась тем, что смогла разработать искусственный интеллект, который повышает качество снимков в фирменном приложении камеры ее смартфонов. Причем эта технология уже работает в модели Magic 3. И говорят, что он фотографирует даже лучше, чем iPhone 12 Pro Max. Ну, не могут китайцы представить свой новый смартфон и ничего не сказать про iPhone. Почему-то для всех китайских производителей iPhone это какой-то неоспоримый авторитет и пример для подражания. И я действительно не понимаю, почему они каждый раз дают это понять. Даже если вы действительно так считаете, ну, зачем об этом говорить? Ну, это же стыдно. Внутри холдинга BBK продолжают появляться странные, но довольно интригующие патенты. На этот раз нашему вниманию представили еще одну вариацию съемного модуля камер, которая позволит продолжить съемку отдельно от смартфона. Теперь этот модуль является частью тыльной панели смартфона и получил небольшой шарнир посередине, который позволяет ему немного наклоняться. Внутри имеется модуль Wi-Fi, аккумулятор, всякий сенсор и почему-то разные датчики камер на разных сторонах этого съемного модуля. Честно говоря, немного странно. Что им мешает сделать один хороший модуль, который можно повернуть в обе стороны? В общем, ладно, все равно это пока всего-навсего патент. И вообще не факт, что такое устройство когда-нибудь увидит свет. И тем не менее, желаем BBK удачи в их начинаниях. Но не успел и как следует порадоваться недавно представленному Realme JT2 Neo, как уже в октябре должна появиться еще одна очень интересная новинка. На этот раз в рамках линейки Q. Правда, на данный момент известно только то, что смартфон получит процессор Snapdragon 778 и IPS-дисплей с частотой 144 Гц, что, собственно, уже неплохо. Кстати, тогда же в октябре Realme собирается представить новую версию своего фирменного интерфейса Realme UI 3.0 на базе Android 12. Пока никаких подробностей о безменениях нет. Но я вам так могу сказать. Если третья версия будет работать не хуже второй и принесет такие же фишки, как ColorOS 12 в смартфонах Oppo, то это будет победа. Слушайте, походу в рядах Apple есть очень качественные тролли, которые скоро доведут Тима Кука до инфаркта. Представьте следующую картину. Вы одна из самых узнаваемых личностей на этом земном шаре. Глава богатейшей компании в мире. Пишите конфиденциально угрожающее письмо своим сотрудникам, чтобы те не сливали больше личные данные компании, а не то вы их все как уничтожите. И знаете, что происходит? В этот же день это конфиденциальное письмо сливают в сеть. Сразу видно, что Тима Кука уважают и любят внутри Apple. Мне кажется, если так будет продолжаться, ему вскоре понадобится психолог. И тут мне пришла в голову хорошая идея. Несколько дней назад издание The Wall Street Journal опубликовало довольно интересный слив, в котором говорится, что в будущем iPhone станет больше, чем просто мультимедийное устройство и средства для мобильной связи. Он сможет определять ваше психологическое состояние, выявлять стресс, тревогу и прочие вещи. Короче, будет анализировать ваше поведение, манеру речи, мимику лица, содержание сообщений, которые вы пишете, ошибки, которые вы допускаете при печати. Будет следить за вашим состоянием сна, сердцебиением и на фоне всего этого давать вам какие-то рекомендации. Может даже ставить диагноз. Но это уже мое предположение. В этой же статье отметили, что данные не будут отправляться на сервера Apple. Типа о конфиденциальности можете не переживать. Так вот, мне кажется, что у Тима Кука сейчас то состояние, когда можно успешно протестировать ту самую будущую функцию iPhone, которая впоследствии может заменить вам психолога. Уверен, Apple об этом тоже думали. А там еще подключать Siri, которая будет вас выслушивать и давать рекомендации. А чуть позже на айфонах можно будет жениться. Неплохой план, Тим Кук, одобряю. Правда, вот я только опасаюсь одного. Не все смогут потянуть такого супруга. Ребята с ресурсом Манни Супермаркет посчитали, сколько нужно работать с жителем разных стран, чтобы осилить покупку iPhone 13 на 128 гигов. Дольше всех придется трудиться среднестатистическому филиппинцу, а именно 97 дней. Россиянам 54 дня, китайцам 29, немцам 10, а вот жирнее всех чувствуют себя жители Швейцарии. Им нужно трудиться всего 4 дня. К сожалению, ни Украины, ни Казахстана в их списке не было. На самом деле удивительно, сколько люди готовы горбатиться для того, чтобы приобрести себе продукт, который по своим функциональным возможностям не особо отличается от решений за 200-300 баксов. Особенно меня радуют те, кто берут айфоны в кредит. Вот вообще максимальные красавчики. Интересно, а сколько времени понадобится конкретно вам, чтобы купить себе новый айфон? Давайте сначала отвечу я. Нисколько, потому что я себе его никогда не куплю. Ну, разве что для теста. Уже почти купил 13 Pro Max. Ну и последняя новость об Apple снова коснется унификации разъемов гаджета, которую так яро продвигает Еврокомиссия. В прошлый раз мы уже об этом говорили, но теперь поступил официальный ответ от Apple, почему они против внедрения Type-C. И, друзья, сейчас вы будете смеяться. Потому что это может помешать прогрессу и инновации. То есть эти псы реально пытаются в который раз убедить нас в том, что их сраный Lightning может дать этому миру больше, чем Type-C. Так почему же вы в своих планшетах используете этот разъем и говорите о его плюсах? Вас не смущает, что он недостаточно инновационный? Еще одним аргументом против была забота об экологии. Типа, если они откажутся от Lightning, то люди начнут массово избавляться от старых аксессуаров. И экология за это спасибо точно не скажет. Слушайте, ну если вы такие борцы за экологию, зачем вы выдумали еще один кабель с Lightning на Type-C, а не оставили старый вариант с Type-A? Потому что они пальцем деланные. И понимаете, что в таком случае вы заработаете намного больше бабла. А то, что люди будут выбрасывать старые блоки питания и кабели, и вообще то, что ваши кабели ломаются очень быстро, и люди их выбрасывают и загрязняют тем самым экологию, вам вообще было все равно. Просто признайтесь, что ваши яйца в тисках. Вот и все, не нужно оправдываться. Хотя на самом деле у них все под контролем. Потому что уже через пару лет производители вовсе начнут избавляться от разъемов. И дырок больше не будет. Как-то так. Последние пару дней все яро обсуждают тему цензурирования и фильтров на смартфонах Xiaomi. Типа, Национальный Центр по кибербезопасности Литвы провел расследование, в ходе которого выявил следующую проблему, и после этого призвал все граждан страны и Евросоюза в целом избавиться от смартфонов компании и вообще запретить их. Для тех, кто не понимает, что это за цензурирование и фильтры, объясняю простым языком. Системные приложения, включая браузер, блокируют следующие фразы. Свободу тебе, тут да здравствует независимость Тайваня и так далее. Таких стоп-слов на китайском было найдено 449 штук. И этот список постоянно пополняется. Но дело в том, что в глобальных смартфонах эта строка кода отключена. Но Литва почему-то переживает, что китайцы смогут удаленно в любой момент все это дело снова активировать. Понятное дело, что Xiaomi официально все отрицает. Типа, свобода и конфиденциальность пользователей для них в приоритете и бла-бла-бла. Слушайте, то, что они финтят в Китае, я даже не сомневаюсь. Там у них все под правительством. Эти стоп-слова помогают выявлять неугодных государств. И это ни в коем случае не красит бренд. Но нас с вами это не касается. Это касается жителей Поднебесной. Я не исключаю, что китайцы могут куда-то передавать ваши личные данные. В это можно поверить. И этому не стоит удивляться. Но, друзья, это касается вообще всех производителей смартфонов, не только Xiaomi. Если вы относитесь к тому типу людей, которые заклеивают фронтальные камеры, чтобы за ними не следили, тогда мой вам совет. Попросту выбросьте свой смартфон и купите себе какой-нибудь старый кнопочный телефон 20-летней давности, в котором нет ни интернета, ни GPS. Знаю, что такие люди есть. Честно, по Xiaomi больше нет ничего интересного. 27 сентября должны показать новые наушники с шумодавом, часы Color 2 и смартфон с CV. Но я предлагаю дождаться презентации и после уже заниматься обсуждениями. Потому что продукты, ну, не то чтобы сильно горячие. Еще появился тизер, который указывает на скорый анонс какого-то нового смартфона Poco. Презентация должна пройти 30 сентября. Вероятнее всего, речь идет о том самом недорогом продукте, о котором я вам уже рассказывал в начале месяца. На процессоре Dimensity 810. Не вижу смысла повторяться. Поэтому предлагаю переходить к дичи. Ну и под конец, по традиции, у нас дичь. Только, друзья, прошу вас без завышенных ожиданий. Я нашел всего-навсего одну небольшую новостюшку. И она скорее забавная, нежели смешная. Тем не менее, это, наверное, лучше, чем ничего. Согласны? В общем, из-за коронавируса, будь он, сука, проклят, в Австралии ввели жесткий локдаун. И поэтому одним из самых популярных способов доставки товаров из магазинов стали специальные дроны. Но проблема в том, что прямо сейчас у местных ворон период гнездования. И поэтому они самоотверженно отстаивают свои территории, злостно нападая на любые пролетающие мимо дроны. Именно по этой причине доставку товаров дронами пришлось полностью остановить. Вплоть до полного обустройства птицами своих гнезд. Вот такая вам напоследок порция чистейшей доброты. А у меня на этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить ваши пальцы вверх. Подписывайтесь, кто не подписан. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok